Всем привет, на связи проект Мабу и в сегодняшнем видео я хотел бы с вами поговорить о том, что же должен знать Android разработчик в 2023 году. Я каждый год делаю подобные видео, я на самом деле, если честно, не помню, когда я предыдущие записывал, но вдруг я решил сегодня вам записать такое видео. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это оперативно, качественно, на современных технологиях, вы уже устали изучать статьи, видео в интернете, не видя при этом существенного успеха, вы не понимаете, как правильно изучать Android разработку, вы уже устали отбирать актуальный материал по Android разработке, при этом не понимая, что применять, а что уже нет. Вы хотите получить стабильную и высокооплачиваемую работу, или, например, вы хотите построить собственный бизнес по заказной разработке, или создавать собственные стартапы в сфере мобильной разработки, вы хотите пройти качественное обучение в личном формате с безлимитным количеством консультаций, или вы хотите, чтобы вас провели от уровня ничего не понимая до собеседования или выхода на рынок мобильной разработки, а также дали советы и рекомендации по старту карьеры, то тогда записывайтесь на обучение по профессии Android разработчик. Ссылка на сайт, где вы сможете более подробно узнать об обучении, а также связаться со мной, есть в описании к этому видео. Также под видео есть ссылки для связи со мной напрямую. До встречи на обучении. Так вот, вы решили стать Android разработчиком, и вот думаете, с чего же бы вам начать. Вы, конечно же, скачали Android Studio, ее установили, возможно, у вас возникли проблемы с установкой, но, тем не менее, вы их решили, как-то, но решили. И вот она вот открылась перед вами, куча файлов, куча какого-то незнакомого кода. Что делать? Ну, в первую очередь, вы должны понимать, что программирование под Android в настоящее время ведется на языке Kotlin, и поэтому вам нужно ознакомиться с синтаксисом Kotlin. Идете просто на YouTube. Опять же, проще всего, проще всего, если вы придете ко мне на курс, там все подряд, это все, о чем я буду сегодня рассказывать, все изучается. Плюс получаете еще образцы коммерческого кода, на который можно ориентироваться, сразу учитесь правильному, чистому коду. Но вдруг вы решили сами обучаться, что же вам делать? Идете на YouTube и гуглите себе, там, ищите плейлист с уроками по Kotlin. Нету на YouTube, хотя есть. Идете в Google, смотрите, что есть. И вам нужно без погружения просто понять синтаксис Kotlin. О чем я говорю? В первую очередь, что нужно знать? Нужно знать, что такое переменные, как с ними работать, ну, тут уже понятно, что какие типы переменных, вот это все, то, что связано с переменами, все изучаете. Потом изучаете функции, учитесь создавать функции, вызывать функции, обычные функции, функции, там, с параметрами, функции, которые что-то возвращают. Ну, то есть, учитесь работать с функциями. Далее вы учитесь работать, там, с коллекциями, со списками, с массивами, вот с этим, со всем, учитесь перебирать все это дело. Далее, ну, как начинаете перебирать все коллекции, да, вы изучаете циклы. И дальше вам нужно изучить объектно-ориентированное программирование, в частности, как это устроено все в Kotlin. То есть, что такое классы, как создаются объекты, как с этим всем работать, что такое наследование, что такое паниморфизм, что такое инкапсуляция, там, вот это все изучаете, ну, всю основу ООП. Именно понять ООП без погружения, именно понять синтаксис, чтобы, когда вы видели код перед собой, у вас не было вопросов, что это вообще все значит. Значит, по моим расчетам, неделю вам, наверное, на это хватит с головой. Если вы приходите в Android-разработку с другой области программирования, там, с бэкэнда, с фронтэнда, неважно откуда, два дня с головой. Потому что у вас уже есть опыт. И у меня, особенно, я вот помню по себе, когда я начинал с JavaScript, а потом пришел в Android на Java, да. После Java я изучил Kotlin, естественно. Ну, плюс до этого, кстати говоря, с JavaScript я еще PHP знал. В общем-то, если вы не знакомы с одним языком программирования, то неделя, ну, максимум две, ну, неделя. Если вы знакомы с другим языком программирования, то пару дней вам хватит за глаза. Далее нужно погрузиться в Android SDK, а именно узнать про основы Android. Вот смотрите, вы вот перед собой открываете проект, не потрудитесь. Подключите смартфон свой, нажмите на треугольничек наверху по кнопке Play и соберите свой первый проект. Чтобы вы видели, что у вас что-то уже собирается. Все работает. Теперь можно изучать основы Android. Вот перед вами проект ваш открыт в Android Studio. И для того, чтобы что-то начать делать, вам нужно разобраться в структуре этого проекта. Нужно понять, какая папка за что отвечает, какой файл за что отвечает. То есть, все самое основное. Потом вам нужно познакомиться с основной концепцией мобильной разработки. Нужно понять, что приложение состоит из экранов. Экраны в своей базовой концепции – это Activity, но и могут быть, ну, зачастую используется одно Activity, много фрагментов. То есть, вам нужно еще познакомиться с концепцией Single Activity. И у вас возникнет вопрос, а что это за XML-файлы, а что это за Kotlin-классы, для чего это нужно все. Мы видим, что Activity состоит из двух файлов – XML-шаблон, XML-файл и Kotlin-класс. Так вот, вам нужно понять, как взаимодействуют друг с другом XML-шаблон и Kotlin-класс. И, как впоследствии, вы должны изучить, что такое ViewBinding и как с ними работать. И как с ним работать. Ну, а затем вам нужно более подробно изучить верстку, XML-верстку, научиться верстать, изучить всякие вот эти компоновщики, ConstraintLayout, LinerLayout, вот это вот все. После этого вы увидите папочку RES у вас в проекте. Вам нужно научиться работать с ресурсами. И вы поймете, что никогда нельзя напрямую в коде указывать какой-то текст или какой-то цвет. Ну, какие-то такие общие, скажем так, явления. И вы поймете, что вы эти все данные должны динамично подгружать из ресурсов. А вдруг, если откуда у вас, вам придет такая необходимость что-то поменять, то вы всегда сможете в одном месте поменять, так, чтобы у вас во всех местах мобильного приложения все поменялось. Далее вы должны изучить, для чего нужен манифест в общем случае. Далее вы должны посмотреть на файл BillGradle Applications и понять, как вы можете в этом файле подключать новые дополнительные библиотеки. Но вот этот, кстати, шаг можете потом изучить, когда нужны будут другие библиотеки. Ну, можете познакомиться, посмотреть. А далее необходимо научиться работать с основными виджетами. Ну, то есть, потому что наше мобильное приложение внешне состоит из виджетов. Текст, кнопки, какие-то переключатели. И это основа. Без этого вы не сможете создать мобильное приложение. И вам нужно хотя бы внешне научиться работать с этими, со всеми виджетами. И научиться навешивать на них функционал. Самый простой пример, о котором я говорю, наверное, в каждом своем видео. Возьмите, разместите текстовое поле. Возьмите, поставьте кнопку. И сделайте так, что при нажатии по кнопке происходило что-то в текстовом поле менялось. Да, в TextView. Также изучите такие виджеты, как ImageView, ImageButton. Паспо наблюдайте за ImageButton. Посмотрите, что будет, если вы не укажете фон у этой кнопки в формате изображения. Посмотрите, погуглите, как эту проблему вам решить. Посмотрите на различные переключатели, чекбоксы, радиокнопки. Вы увидите, вы познакомитесь с различными прослушивателями событий. То есть, все самое необходимое. Ну и, конечно же, познакомиться нужно с компонентами Android. Да, самые базовые. Это Activity. Посмотрите, как работает Activity, как работают фрагменты, как передавать данные из Activity во фрагменты. Как передавать данные между фрагментами, как передавать данные между Activity. И как, собственно, переходить с одного экрана на другой. И вот, когда вы уже знаете вот эту, вот эту, весь основу Android SDK, про которую я вам рассказал. Вам нужно написать простенькое приложение. Например, хорошо подойдет на этом уровне расчет стоимости ремонта квартир. То есть, у человека есть определенный набор виджетов. Там поля для ввода, различные переключатели, кнопочки, текстовые поля. И вы, собственно, с помощью этого всего создаете мобильное приложение по расчету стоимости ремонта квартир. Посмотрите, у меня на канале я в лайве писал код по это мобильное приложение. Так что найдете, посмотрите. Сделали? Отлично. Первое мобильное приложение. Положили к себе в портфолио. К этому мы вернемся еще раз. Далее, когда вы научили делать примитивное приложение с примитивным дизайном, вам нужно познакомиться с библиотекой Material Design, которая позволяет делать более сложные, ну, шаблонные и более сложные, более интересные по дизайну вещи. Такие, как те же кнопки, переключатели. Ну и плюс делает различные топом-бары, ботом-бары, различные навигационные панели. Там очень много всего. Там можете погрузиться. Да, я, кстати, вам сказал, что CodeIn изучите за неделю. Основы Android вы можете также все эти за неделю пробежаться изучить. Но, может быть, займет две недели. Material Design. Здесь однозначно минимум две недели, а то и месяц задержитесь. Потому что материал прост для понимания, но он объемен. Очень много нужно чего изучить. Изучайте полностью библиотеку Material Design, прорабатывайте каждый виджет. Далее вам нужно изучить самый главный виджет в Android разработке. Это RecyclerView. Создание всех списков. Когда вы открываете любое мобильное приложение и видите там список товаров, список постов, список категорий, список опций. Это все, как правило, делается с помощью RecyclerView. Также нужно изучить вам, что такое ViewPager. Он довольно-таки, по-моему, сейчас редко используется. Но все-таки изучите это, типа как в вебе, в разработке сайтов, слайдер. Есть слайдер, вот это типа такого. Когда вы все это изучите, можете написать свое второе мобильное приложение. Например, приложение Каталог для магазина. То есть, некое подобие интернет-магазина, в котором вы возьмите, хорошо, возьмите не интернет-магазин, да, возьмите магазин для товаров для домашних животных. И просто построите список, да, в котором будет элемент фото товара, категория для кошек, для собак, название и описание, и кнопка подробнее. Возможно, кнопка сердца добавить в избранное. Просто накидайте себе список и попробуйте делать так, чтобы по кнопке подробнее выходила какая-то карточка. И в эту карточку вы бы передавали какие-то данные. Простенько, без базы данных, статичный RecyclerView сделайте. Возможно, где-то, вот возьмите, знаете, как сделайте. Возьмите приложение, состоящее, допустим, из трех вкладок. Навигацию сделайте через Botter Navigation. Первая вкладка, допустим, общая информация о магазине для домашних животных, да. Там в качестве ViewPager какие-то рекламные кампании перечислите. Вторая вкладка, каталог, там уже RecyclerView размещаете. Но третья вкладка, контакты, там на биросайте виджеты есть библиотеки Material Design также. И вот вы проработаете все эти аспекты. Второе мобильное приложение положите себе в портфолио. Дальше, для того, чтобы создавать мобильные приложения, в которых есть смысл, вам нужно научиться работать с базами данных. Потому что это самый главный навык Android-разработчика, научиться работать с базами данных. Поэтому вам нужно познакомиться с базой данных SQLite, которая используется в Android-разработке, и научиться с ней работать через специальную библиотеку Room. Здесь вы должны научиться создавать класс базы данных, создавать интерфейс с методами по работе с базами данных. Какие-то методы. Метод создания записи, метод обновления записей, чтения записи, получения всех записей, получения записей по фильтрам, удаления записей, очистка базы данных. Если вы не знаете, что такое база данных, как они устроены, посмотрите недавно, у меня на канале было видео по основам баз данных. Как раз таки там вы все поймете. Итак, изучили работу с базой. Тут нужно понимать, что база данных SQLite – это локальная база данных, которая хранится у пользователя на смартфоне. Например, пользователь создал список каких-то дел – это локальная база данных. Например, пользователь положил какой-то товар к себе в корзину – это также локальная база данных, но может быть и на сервере. Тут уже хаотично. То есть это то, что нужно для… Это та информация, которая нужна только конкретному пользователю. Когда вы научились делать такую, скажем так, базу данных, да, научились работать с библиотекой Room, то я вам советую сделать приложение либо список дел, либо список покупок, ну, создание списков. И там вы как раз таки потренируете весь этот функционал, весь смысл работы с этой базой данных. Сделали такое приложение, да, проработали весь список, научились применять различные методы по работе с базой данных, научились все это делать, положили к себе еще одно мобильное, получается, это уже третье мобильное приложение себе в портфолио. Когда мы научились работать с локальной базой данных, пора познакомиться с сервером. Да, то есть, ну, например, у нас есть интернет-магазин, в котором есть ассортимент, да, определенной категории товаров, сами товары, цены товаров, да, изображение товаров, описание товаров. То есть, тот контент, который должен быть доступен пользователям, всем пользователям нашего мобильного приложения. И такой, конечно же, контент, он располагается всегда на сервере, потому что если это располагается у каждого пользователя в локальной базе данных, то при каждом изменении в ежедневном, да, нам мы ежедневно должны просить пользователя обновить свое мобильное приложение, что не очень удобно. Поэтому такие мобильные приложения, поэтому такой контент, он всегда выкладывается в отдельный сервер. Тут вам нужно найти хостинг, ну, я рекомендую Backit зарегистрироваться там, на этом хостинге, завести себе домен, домена имя, в зоне run стоит 180 рублей, создать базу данных под этот домен, в файлах этого домена написать запросы к базе данных на языке PHP, ну, собственно, базу данных наполнить данными, написать запросы на языке PHP, ну, и, конечно же, файл connections.php, файл соединения с базой данных, то есть нужно создать базу данных, настроить подключение к этой базе данных на сервере, написать запросы PHP, запросы к этой базе данных, самые примитивные, и далее перейти к себе мобильное приложение и научиться получать эти данные сервера. Данные сервера мы получаем через специальную библиотеку Retrofit. Вы должны посмотреть, как это все устроено, как создается API клиент, как создается API интерфейс, как происходит взаимодействие с базой данных на сервере. И вы должны также проработать все то же самое, что и с библиотекой Room, да, научиться добавлять записи на сервере, ну, хотя это не очень жизненно, но бывает нужно. Получать данные, обновлять данные, получать по фильтрам, по определенным условиям, удалять запись и очищать базу данных. То есть с помощью приложения вы сможете так работать. В данном случае я очень сильно рекомендую вам создать мобильное приложение менеджера магазина. То есть есть магазин, и менеджер с помощью этого мобильного приложения может наполнять магазин товарами. Я крайне рекомендую это сделать так, первая вкладка, допустим, там одна категория, там вторая категория, на третьей вкладке вы можете, ну, опять же, делать все через bottom navigation, сможете получать данные какие-то товаров по каким-то условиям, то есть сами придумывайте себе приложение. Делаем, кладем в портфолио, то есть это посчитаем. Раз, два, три, четвертое приложение у вас в портфолио. Идем далее. Мы научились работать с базой данных на устройстве, научились работать с базой данных на сервере. Теперь нужно эти два шага объединить. Мы учимся делать следующую вещь. Базу данных на сервере. Делаем базу данных на сервере, все та же самая. Подключаемся к этой базе данных, делаем, пишем запросы к этой базе данных на сервере. На устройстве создаем, во-первых, все, что нам нужно для получения данных сервера, то есть API-клиент, API-интерфейс, про модель я вообще молчу. И также создаем отдельную локальную базу данных для устройства в Android-проекте и настраиваем ее для работы через Room. Здесь мы реализуем архитектурный паттерн MVVM. Что мы должны сделать? Мы должны получить данные из сервера, на этапе загрузки мобильного приложения смигрировать эти данные в нашу базу данных на устройстве и уже в дальнейшем работать с базой данных через библиотеку Room, которая на устройстве. Для чего это нужно? Вы должны понимать, что для того, чтобы работать с базой данных на сервере, нужно большее количество времени, нежели то, которое нужно для работы с базой данных на устройстве. Плюс база данных на устройстве, есть куча всяких фишек, которые упрощают эту работу и делают ее более эффективной. Тут уже из-под капота мы имеем уже встроенную функционал работу через корутины. И плюс мы можем уже сразу здесь учиться делать инъекцию зависимости. Можете использовать даггер. Я рекомендую на начальном уровне, потому что пощупать это все, изучить инъекцию зависимости через coin. Потому что когда мы будем делать миграцию данных, нам нужно эти... Там суть NWVM следующая, этого архитектурного паттерна. Мы разбиваем наше приложение на три папки, ну, якобы на три слоя. Data, Domain, Presentations. Data – это слой с данными, то есть Domain – это слой посредний, который поставляет данные в слой Presentations. А слой Presentations, собственно, это вот наши Activity, фрагменты, с которыми мы работаем. И вот для того, чтобы получать данные, работать с ними, в нашем Activity или во фрагменте, нам нужно вот эту длинную цепочку всех слоев. Вот в этой длинной цепочке, в которой участвуют все эти слои, будут использоваться множество файлов, интерфейсов. И для того, чтобы мы могли получить эти данные, нам придется длинную эту цепочку из этих классов инициализировать в конце. Для того, чтобы этого не делать и облегчить некое такое тестирование, мы должны использовать инъекцию зависимости через коин, все это сделаете. Когда мы это все изучили, вот этот подход, я вам рекомендую написать приложение по заказу кофе в кофейне. Очень классная вещь, сделайте нормально. Положите, положили себе это приложение себе в портфолио. Но вот, если вы посмотрите, приложение для магазинов, приложение для заказа кофе, допустим, можете какой-то небольшой сервис с фильмами сделать. Там везде нужна авторизация пользователей. Научитесь делать эту авторизацию хотя бы через Firebase, через облачное хранилище Firebase, научитесь делать эту авторизацию, регистрацию пользователей, некая аутентификация. И далее вы должны изучить уже то, что мы не изучили в процессе. Это Navigation's Architecture Component, создание уведомлений, настройка анимации. И все, можете смело идти работать. Далее, в последствии, когда уже будете работать, параллельно сможете уже изучать дополнительные вещи, такие как тестирование, юнит-тесты. Также вы сможете, если у вас будет желание свободного времени, познакомиться с другой концепцией, это как Jetpack Compose. Но вот этих навыков, которые я вам перечислил, я рассказал путь, их будет достаточно для того, чтобы трудоустроиться. Да, вы можете уже трудоустраиваться на этапе, когда вы изучили только библиотеку Room, уже тогда можно. Но сейчас, если вы это все пройдете, вы будете полноценно готовы к работе. То есть, начинаем с Kotlin, понимаем, что такое Kotlin, идем в основу Android, понимаем вообще, что это перед нами, мы разбираемся в этом или нет, чтобы хоть что-то сделать. Затем мы изучаем главный виджет, потому что все есть списки, мы должны изучить списки. Далее, без базы данных не бывает приложения ни одного, даже фронт-энд на вебе не существует без бэкэнда в серьезных приложениях. Обязательно учимся работать с базами данных. Дальше уходим в архитектурные паттерны, VVM. Когда изучаем архитектурный паттерн, работу с сервером, мы обязательно изучаем корутины, что такое многопоточность, и вот это все, изучаем, конечно же, инъекции зависимости, и вот так потихонечку идем, и вы приходите уже не пустой мир с руками, не с пустыми руками, да, к работодателю, а приходите уже с портфолио, в котором 5 ваших проектов. Как вы уже их презентуете, как вы их упакуете, это уже полностью зависит от вас. Ну, а на сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. Вот это то, что нужно знать андроид-разработчику в 2023 году. У меня на сегодня все. Всем пока.